Почечная недостаточность Нужно из организма забрать кровь, провести через фильтр, через аппарат, искусственная почка и вернуть обратно в организм. Чтобы забрать кровь из организма, нужен хороший сосудистый доступ. И устанавливается либо временный, либо постоянный сосудистый доступ. Это может быть либо временный сосудистый доступ, это катетер, или артериозенозная фистола. Это уже постоянный сосудистый доступ. И уже в зависимости от срочности, необходимости начала гемодиализа, пациент устанавливается сосудистый доступ, он приходит к нам на процедуру. Пациент ложится и через магистрали кровь от пациента забирается, проводится через специальный фильтр, который подбирается специально под пациента, через этот фильтр происходит очистка, также посредством установки определенных параметров на самом аппарате может удаляться лишняя жидкость из организма, и уже очищенная кровь возвращается обратно в организм. Гемодиализ проводят приострой и при хронической почечной недостаточности. В первом случае у пациента происходит внезапное острое почечное повреждение. На ранних стадиях лечение проходит с помощью консервативных методов, используя медикаменты, таблетки и капельницы. А если функция почек сильно пострадала и уровень шлаков в организме сильно превышает норму, то врачи прибегают к лечению на аппарате искусственная почка до тех пор, пока функция почек не восстановится. При отдельных формах хронической болезни почек может произойти полное угасание их функции. Почки не выводят достаточное количество жидкости из организма. Когда идут признаки уже клинической интоксикации, тошнота, рвота, неконтролируемое повышение давления, которое не корригируется таблетками, то тогда может потребоваться как раз проведение хронического программного гемодиализа. И такие пациенты получают гемодиализ уже пожизненно. То есть три раза в неделю по четыре часа приходят к нам сюда на процедуру гемодиализа. Одна из проблем у пациентов на гемодиализе – это нарушение водного баланса. Чтобы правильно определить так называемый сухой вес пациента, врачи униклиники КФУ используют аппарат Body Composition Monitor – монитор состава тела. Он позволяет определить содержание лишней воды в организме. Наши пациенты знают, что они от сеанса к сеансу не могут пить достаточно большое количество жидкости. У них бывает, что практически нет мочи, они не мочатся. И, соответственно, ту жидкость, которую они от процедуры к процедуре потребили с едой, с водой, эту жидкость забирает из их организма аппарат. И за процедуру можно забрать не более 5% от массы тела человека. Отделение нефрологии униклиники КФУ – это единственное отделение в Казани, которое оказывает специализированную нефрологическую помощь жителям города. Здесь представлены все современные методы диагностики и лечения болезни почек. Пациентам, которым требуется проведение острого гемодиализа или начало хронического гемодиализа, мы начинаем здесь. Мы их из тяжелого состояния выводим, нормализуем их состояние и потом уже переводим в другие амбулаторные центры города Казани. Есть амбулаторные центры, где пациенты просто получают процедуру гемодиализа. Жизнь на гемодиализе – это достаточно продолжительный процесс. Пациенту предстоит приучить себя к мысли о постоянной совместной работе с врачом и диализной командой, а также освоить самоконтроль в междиализный период. Очень важно следить за весом, рационом, знать о действии каждого назначенного лекарства и уметь оценить критичность любой ситуации. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универньюз.